Пум! Ты неси меня, река! Аааа! Всё, заходит отличная песня. Ну, я вообще боязливый по жизни. Вроде как бы нужно... Ну, так можно, да, просто сидеть? Всё, слава богу, я чуть зажался уже с самого начала. Я думаю о том, что вы думаете обо мне. Правда. Пришёл, молодой, неопытный, сидит что-то рассказывает. Ну, мы же делаем это для... Чтобы я как-то раскрылся, что-то подумал. Нет, сижу и думаю, что обо мне думают люди. Какие-то умные, какие-то пытаюсь... Ну, вот я вот так себя чувствую сейчас. Мне нужно, чтобы меня хвалили. Ну, это, наверное, синдром неуверенных в себе людей. Ты говоришь, я активный. Я этого думаю. Какой я активный? Ну, это вот говорят, что есть хорошее качество очень. Когда, ну, при зрителе ты, как бы, не то, что плюсуешь, а ты чуть-чуть лучше, чем ты есть. Я учился в музыкальной школе, и там, ну, в основном девочки. Потом в музыкальном училище, в основном девочки. У меня было много романтических поступков. Подъезды исписывал. У меня была любовь бешеная просто. Девятый класс. Забил на все, на учебу. Мама ругалась, пощечину мне влепила. А я такой, а что, я же люблю. Ну, балерина какая-то была. Катя. Высокая. На меня посмотрел. Я такой, ничего себе. Я там зацепился за нее. Свою бросил, которую любил все это время. Ну, что? Мам, ты бабник? Игорек. Может быть. Ну, это тоже от неуверенности в себе. Потому что, вот, если у человека одна женщина, он уверен в себе и в ней. Все. Ему никто не нужен. Страшная она или красивая, или маленькая, высокая. Ему комфортно. Ему не нужны другие. А мне нет. Если вы на меня... Лучше посмотрите я туда. Потому что, ну как? Ну как? Мне один раз приснился сон. Ой, сейчас все. Ну, это был самый страшный, наверное, сон в моей жизни. Такая пещера. А я стою как бы сбоку. Идут люди. Я понимаю, что эти люди умерли. Они идут, идут, идут. Я среди них вижу свою маму. Ну, я не знаю, как я буду жить, если там умрут мои родители. Я это просто не представляю. Я не знаю, каким я буду человеком. Мне кажется, я изменюсь просто. От тебя ничего не зависит. Выше головы не прыгнешь. Ты должен быть таким, какой ты есть. Все. В общем, первый канал. Все как надо. Тюрьма, менты, врачи, психушка. Все очень хорошо. Конвоир. Текст просто дурацкий. Операторы жут, потому что я пытаюсь запомнить слова. «Да я не знаю, какая у брата и его жены фамилия». Звучило. Начинаю. Все там. Только не улыбайся. Не улыбайся. Все сыграл. Все сделал. Отлично, отлично. Все хорошо. Все. Вот весь катинг. Я не знаю, что там было. Вот этот ступор. Не знаю. Я бы, конечно, сыграл Мышкина. Поплакать так вот. Не знаю, почему мне этого хочется. Но вот что-то такое драматическое, чтобы с мыслями какими-то. С большим знаком вопроса. Закройте глаза и представьте то, чего больше всего хотите. И мне в голову. Хочу поменять мир. Как сказать-то? Счастье – это не конечная остановка, а способ путешествия. Но! Можно глупую фразу сказать? Я хочу лежать на новодевичьем. Искусство – ноша на плечах. За то, как мы, поэты, ценим жизнь в мимолетных мелочах. Вот оно. Я до сих пор помню этого мужика в метро. Идет мужик толстый с тренажером в метро. Я прям вижу, как он его тащит. Он хочет что-то поменять в своей жизни. Ну вот! Вот это, наверное, счастье какое-то. Да черт с ними, со съемками. Если… Ну вот два варианта. Либо трясти, сидеть, ждать, пока тебя куда-то позовут. Зачем? Хотя сейчас говорю, зачем такой умный и весь себя. Все сидят и ждут, потому что деньги. Потому что надо что-то жить. Потому что хочется славы. И что? Мы все всегда приходим за этим. Либо ты сидишь, ждешь кастинга. Приходишь на него, играешь в конвоир и уходишь. Идешь дальше. Ну вот, наверное, вот в этом счастье какое-то. А вы как думаете?